Всем привет, дорогие друзья! С вами Кузьма Гридин и Юлий Онешко. И клоун Карандаш сегодня у нас в гостях показывает свои невероятные выступления, которые так радуют советский народ. Что мы сегодня будем смотреть? Да, сегодня мы будем смотреть, как рушится чья-то дружба из-за беспочвенных оскорблений. Я сам-то пассивно-агрессивный дружище! Это ты на самом деле пассивно-агрессивный? Говоришь, что я пассивно-агрессивный? Я напрямую агрессивный, дружище, а ты, мой друг, пассивно-агрессивный. Говоришь, что такие вот-то-то, такие вот-то... Все, друзья, я не хочу эти отношения выносить на показ, потому что скроется такая грязь, ребята, что по сравнению с этим любые хайп-кэмпы, которые вы сейчас хуйню смотрите, это вообще покажется детским лицом. Ждите сливов на Кузьму в моем телеканале. В Красином Королевстве в скором времени слив Юлика там и хуй он мне прислал, там все есть. Дорогие друзья, сегодня мы смотрим ТикТок вместе с моим другом Юлием Онежко. Давайте без лишних слов начнем эту агонию побыстрее, чтобы она закончилась. Ну, не то, чтобы смотрим. Кузьма смотрит, я так просто ОБС записываю, я здесь просто присутствую. Не то, чтобы я участвовал в этом ролике. Это кринж ТикТок, это у нас сегодня подборка кринж. Блин, какой кринж? Кринж в самых первых секунд. Кринж. Кринж. Эта сука звонила. Да какая сука, это просто знакомая. Да заебали меня. Вот на этом канале просто вот в кринж пихают людей, которые, ну, не совсем стандартной внешности, или у которых есть какие-то проблемы со внешностью, и просто вот это... С весом, да. Кринж, кринж, кринж. Кринж, у нее не идеальный вес, у нее не идеальные пропорции, и странная челка кринж. Кринж. Инвалидов иногда пихают. Да. Что странно. Иди, замолчи, нет меня, нет меня, раз, два, три. Вот это Пашка Ширяев, который не смог устроиться к имя Гризи, но работу монтажёров. Хорошая песня. Нет, а знаешь, какая мне теперь нравится новая песня? Нет, не обняй. Ой, я пока не слышал. Ой, ты чё это? У меня пока в голове этот... Поняла, не поняла, поняла, не поняла, поняла, не поняла. Ой, а еще... Бил, бил. Классная песня, сейчас вспомню. Не-не-не, там еще. Шоу, будешь вести, блядь? Я его веду. Ты шоу, будешь вести, блядь? Прямо сейчас, я его прям сейчас веду. Это, блядь, Цикало забыл, нахуй, или Урган. Что за макароны ты мне приготовил? О, а сейчас на ухе. Это Господь, Господь Иисус Христос Господь. Ты не на хайпе, это уже старая песня. Ребята, хочу упомянуть одну интересную херню. Участвую в определении победителей матча Ла Лиги. В этом вам помогут мои хорошие друзья из компании OneX. Также у них сейчас действует акция страховки на вашу первую ставку. До 10 долларов. И не забываем, что по моему промокоду у вас есть возможность получить до 100 вечно зеленых. Всю подробную информацию ищите в закрепленном комментарии под этим видео. Настолько времени? Просто у тебя есть парень, который тебя любит, а ты нахуй со мной в тачке развлекаешься. Ты чё, ебанутая? Прям он когда записывал, да, он такой типа, блядь, вот это такая душевная хуйня. Ты чё, ебанутая, блядь? У тебя парень, блядь, ты со мной в тачке тут, блядь, развлекаешься? О, слушай, тебе нужно играть в этих сериалах для пацанов. Пченаки кофе. Папик. Милашка. Забавно, что папик и милашка отличаются только цветом одежды. А душа компании и тусовщик вообще не отличаются. Тебя я не люблю, я люблю твою киску, девочка. Блядь. Почему нету до сих пор какого-нибудь криминального сериала или фильма про нереальных пацанов, а про петуха, который типа, ну, ему нравится быть петухом на зоне. То есть вот он прям приходит, его ебать начинает, он такой, блядь, это одновременно и грязно, но типа, мне нравится, мне дают сигареты, это вообще кайф, блядь. Это очень страшные вещи там, это очень страшно, мне кажется. Но у меня другая мысль пришла, более позитивная. Гай Германики, потому что только она с этим справится, нужно снять сериал про современных подростков, которые ходят по впискам, нюхают мефедрон, что они там еще делают, занимаются сексом в 14 лет. Чувак, Гай Германика бумер. Гай Германика, она бумер чистейшей воды. Гай Германика, она снимала сериал только про свою молодость, то есть, ну, типа, то, что она проживала, она могла снять фильм, там, все умрут, я останусь, сериал школа, но нынешнее, то, что она пытается снимать про молодежь, ты посмотри, блядь, последние фильмы Гай Германики, там молодежь себя ведет, как из 2015 года. Да. Там даже одеты все, как из 2005, точнее, года. Ну, значит, кому-то нужно сериал про вот подобное снять, это просто будет, это выстрелит. Сериал про петуха, которому нравится быть петухом, типа, это, Женек, знаешь, вот, типа, такого сериала. Бля, ну, конечно, микроволновка сзади масть, блядь, прям, смотри. Сзади прямо есть специальное отделение для нее. Очень круто. Очень круто. Блядь, он вообще не попадает. Хорошо. Сиска в тесте. Ночь на дворе, на кухне поднимается, тесто, голод, просыпается. Заглядываю. Это коллега Таргоякова, его главный баттл. Вот этот чувак похож на моего одноклассника, который как-то раз пришел в школу и попросил его тигром называть, вот, чтобы я рассказывал эту историю, но, чтобы вы могли визуализировать, вот, он прям почти точно так же выглядит. Вот, реально, один в один, две капли воды. И как вы его называли потом? Ой, я не могу сказать, я думаю, что он смотрит видос. У меня многие мои, блядь, одноклассники и друзья какие-то смотрят видосы, мне потом предъявляют, что я какие-то истории рассказываю. Несколько ссор было на этой почве. Ну, мы поняли. Обратите внимание, вот, Нутя Бонд, как постаралась, и вот сравните с... Вообще постаралась. ...берегаром 23 Рус, блядь, который вообще на отъебись, блядь. Так у него, наверное, предсмертный огонь, он просто рот открывал, потому что воздух и вот там. А ну тебя Бонд, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, блядь. Ну, типа Бонд, пупок просвечивает через два слоя одежды. Портрет, а ты рисуешь мое сердце на огне. Я подарил его открыл. Он взял на листья, так и, блядь, через крышку не наливается. Открутить? Да не, похуй, постар. Вот это девушка. Слева у нее есть тикток, где она рэп читает. Вот прям такой. Я давно говорю, что кто-то должен спать со стариками. Все говорят, что любят их, но никто не тратит. Да, йоу, камон. Слушайте, недостаточно просто любить свою бабушку. Вы бабушки-то свои можете как-то... Поработайте немножко пальцами, чтобы не инцест, но типа... Не, ну, чувак, ну как бы тут это такое... У вас язык, блядь, на что есть? Там внизу у бабушки все пересохло, нужно бабулю-то увлажнить. Ой, блядь. На воду, а потом поработать пальцами. Ну, либо, чтобы вам легче было, меняйтесь. У меня бабушка ролики смотрит. Все, что я говорю, не относится к родной бабуле. Родную бабулю надо, я говорю. К родным бабуле. Это только к чужим. Только к чужим. Но меняйтесь бабками, и все, и норм. Вот вы, пацан, 18 лет, вам девчонки не дают, потому что спят с 30-летними видеоблогерами. Вы почему-то, да, вот вы жалуетесь на два человека. О, блядь, еще тяночку какую-то. Ну, тяночку-писечку, вот ваши тяночки-писечки сидят. Ряд, на скамейке, блядь, котов подкармливают. Идите. Развлекайся. Идите. Вас такому научат. Ломало я дров, мне не жалко. Спички-сестрички, а я зажигалка. Жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига. Бля, забыл, как зовут эту исполня... Воронина, бля, ваще. Мне она единственная, кто из Блэкстара нравится, это Воронина, вот у него прикольные треки. У него прикольные треки, да, согласен. Что такое лифчик? Лифчик за три тысячи! Это, сука, полное днище! На мне ипотека, я по уши в долгах. Я один раз видел живую ее концерт в Норильске. А, в баре, в клубе. Да, в клубе я был, прям видел. Слушай, она вживую поет так же хорошо, как и на записи. Я прям думал, что будет хуйня-хуйня, а в итоге, да. Надо устроить в этот ВСРЭПовский корпоратив, пригласить туда исполнителей. Да, у нас весь ВСРЭП это исполнители. Кстати, на ВСРЭПе охуенный попсокет. Вот я сейчас пользуюсь этой хуйней. Никогда в жизни не пользовался, теперь пользуюсь. Попсокет, балдеж, покупайте ВСРЭП. Скоро открывается магазин, скоро новый магаз в Москве. Я с этой потом Ворониной сидел в аэропорту вместе. В Норильске нету, знаешь, типа заграждений. В смысле, на сиденьях? Я тебе объясню. В Норильском аэропорту нету такого, что есть VIP какая-то хуйня, VIP лаунж и прочее. Там просто, бля, кафе, ёпта, у Захара, ну, условно говоря. На этой Воронину там все вот местные вот эти, кто называется, которые стоят вот на этих кассах авиа. Ну, работницы аэропорта, они говорят. О, Гачёвый идёт. Вот так вот между собой. А она прям стоит от них, знаешь, в нескольких шагах. И я думаю, бля, как же это, это, коринжово-то. Ну, они такие. А чё, Пугачёвый, проблемы? Слеза, только возьми, Пугачёвый улетит не может. Блядь. Неприятно. Неприятно. Мяу-мяу-мяу. Мёкни как крутой. Мяу. Нет, я могу уметь по-разному мяукать, на самом деле. Могу секси-кота сделать. Не надо, не надо, не надо, не надо мяукать, чувак. Я выключу сейчас наушники, чтобы здесь слышать. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Тебе нужно тик-токи записывать. А теперь смотри, а теперь смотри, я эта похотливая кошка-сука. Мяу-мяу. Вижу свои лапки. Она учит бабушку пинцовать. Бля, вот коза крест нарисовал, бля, на лице, естественно, бабушка пришла и говорит, ты чё творишь? Это, блядь, бесовщина какая-то. Сейчас батюшку позовут, будут изгонять. Внучка, я спать хочу. У нас одна комната заканчивается, я хуйня и страдаю. Дай я прилягу. Ты чё ветки распустил? Ты кто по масти, конь дурной? Мы вашу шоблу на колени поставим. Знаешь, вот несмотря на то, что у нас очень популярна вся эта тема тюремная, а у Е вот этого всё никогда меня не привлекала тюремная романтика, бандитская романтика. Никогда не считал ни бумер, ни бригаду чем-то интересным для себя и вот подобным. Не, ну зря ты так, конечно, говоришь, там бумер, ни бригады. Я не говорю, что они плохи, я говорю, что вот конкретно мне неинтересно, как так получилось. Ну, чувак, потому что ты перерос именно само АУЕ. АУЕ – это относительно новое движение. То есть нет, раньше, понятно, из беспризорников всё формировалось, из всяких там боксёрских клубов брали молодых ребят, которые в эту хуйню. А сейчас это стало такой некой субкультурой. Ну, чувак, это АУЕ, это пиздец полный. То есть, ну, по сути, это детям, которые с низким социальным там достатком живут в семье, внушают какую-то хуйню реально умные бандиты, знаешь, которые там вообще не палятся, никуда там не ходят. Они такие, вот да, АУЕ, блядь, это ебень, давай, типа АУЕ. Я осмотрел несколько интервью с чуваками, которые вот АУЕшники, узнал, что такое ОФники, вообще всё подряд. Просто детям пудрят мозги. Вот просто реально запудривают мозги, что ты, блядь, сейчас пойдёшь по лестнице, подымешься, блядь, будешь общак держать вся хуйня. Но заканчивается в 90% случаях тем, что их менты ловят при первой же какой-то такой хуйне. Дай боже, каким-то они предупреждением делаются. Остальные 10%? Да не 10%, там намного больше, блядь. Остальные 10% приходят к успеху? Ну, 10%, наверное, к успеху приходят определённому. Канаве 10% остальные заканчивают. Я уже много раз говорю, посмотрите видосы с детских колоний, как там сидят эти, блядь, АУЕшники, вот, особенно которых там за серьёзную статью взяли лет на пять, да, они такие говорят. Блядь, ребята, вот этой хуйней вообще никогда не страдайте. Я сижу лысый, блядь, здесь, нахуй. В тюрьме, блядь, когда все должны там веселиться, там с тёлками знакомиться и прочее. Ну, это пиздец, всё детство в тюрьме отсюда. Блядь, слушай, а вот это уебанство, конечно, я должен высказаться. Вот чё за уебаны вот так вот маску носят? Это просто, не, понятно, так удобнее, ребят. А, под носом, да, это пиздец стука. Вот прямо мне несколько раз таксисты так встречали, говорю, маску-то, блядь, натяните наверх, потому что, ну, иначе это... Серьёзно? Ну, конечно. В целом, блядь, вот так вот маску носить, ну, это вообще уебанство, то есть, ну, я сам маску, честно сказать, если я гуляю по улице, я её вот так вот ношу на подбородке, ну, где безлюдно, где нету людей никаких, то есть, ну, нахуя её носить, вот так вот, понятное дело. Ну, ёпта, когда вы в помещение заходите и вот вы маску дотягиваете, вот так вот, блядь, ну, это вообще, наху вы эту маску носите? Вот если у меня показать, что там сзади сидит, вы там это увидите, что это как это, вот такой водопад глубокий, который падает вниз, там даже бурлит что-то внизу. Я так устал от тиктока. Я не сейчас имею в виду, а вообще иногда смотрю и прям ужасное времяпровождение. Но просто самое быстрое, поэтому тикток косынкой заменил. Не смотрю больше, тикток он заебал. Ты серьёзно, вот ты последние дни играешь в косынку, да? То есть, не в какие-то там... Да, по игру сейчас скажу, сколько я чисто с телефона наиграл. Не, ну, я играю в нормальные игры ещё. Ну, ты же понимаешь, ты превращаешься в свою маму, Юлик, то есть, вот она же тоже бухгалтер, которая, скорее всего, между бухгалтерским учётом, вот она такая типа, косынка, паук, солитёр, сапёр. Так, косынка. Ну, вот чисто с телефона два часа наиграл в косынку. А ты в основном на телефоне играешь? Ну, нет, в основном на компе, но я, короче, поиграю в косынку. У тебя все приставки, у тебя лучший комп, и ты играешь в косынку, блядь. Нет, я играю в нормальные игры. Поиграешь что-то нормальное. Я играю в хаус флиппер. Господи, бух, начни играть. Да ну. Я играю в хаус флиппер, там покупаешь дома разъёбанные, чинишь их, продаёшь дороже, очень интересно. Убираешь грязь, красишь стены, окна моешь, кладёшь плитку там, вот это всё. Ты трэш-геймер, блядь. Трэш-геймер. Вот я думал, да, для кого делают эти игры, месть боксёра и прочее. Я не играю в месть боксёра. Но ты играешь, по сути, в то же самое. Это ААА проект почти, ты чё, там такой графон. Когда ты говоришь ААА проект, я думаю, что ты по-большому хочешь, братан, честно сказать. Ты давно не виделись? Давно не виделись, Елена Павловна. Блядь, слушай. Елена Павловна-то. Я тоже люблю пофриковать, когда один дома. Так обидно, конечно. Сейчас вообще про Мама Отличника ничего не слышно раньше. Вот я помню, вот помнишь, прошлым летом Мама Отличника была на хайпе. Вот этот мемаз с девочкой. По сути, вот всякие каналы по типу Вилкой в глаз и вот таких нарезчиков, которые делают зумы смешные. Так, у неё прошлым летом и позапрошлым летом, может, этим летом тоже что-нибудь новое будет. Михалыч наносит ответный удар, что-нибудь такое. Может, она ему изменит. Надеюсь, у неё всё хорошо. У нас так хорошо завершился конфликт. Я считаю, что это лучший был конфликт, конечно, за всю историю российского Ютуба. Самый выгодный для всех. Для всех. Все стороны получили плюсы. И в конце померились, что самое главное. Да, да, да. Бля, я вспоминаю, во времена, когда я учился, такую прическу реально пизды могли дать. Просто потому, что у тебя такая прическа. Ну, в время это неправильно. Это неправильно. Я это осуждаю. Но ещё я осуждаю подобные песни. Они отвратительные. Не понимаю, кто это слушает. Но это, наверное, дело вкусов. Кому-то нравится, когда им срут прям в ухо. Кто-то слушает настоящую музыку, как я. Христианский рок. Эй, сатана, убирайся вон. Одну песню знает из госпола. Филипп Киркоров. Полетели сквозь стрелы. Под обстрелом и под огнём. Ну, знаешь, не мне говорить о вкусах. Ну, да. Музыкально. Да. И не тебе. Мне? Да ты охуел. Я весь классический рок слушал. Я его весь сыграть могу на басу. Слушай, а в уроке этом нет слов по типу там. Есть. Нету такого. Есть. Конечно, есть. Есть. Это, блядь, школьники-дурачки, блядь. Они думали, что вся эта хуйня новинка, блядь. Это всё давно, блядь. Эти ёбаные ротскеры. Зауженными штанишками. И с грязными волосами всё сделали. Это всё уже было, блядь. И Гансенс Роллсос были. И всё это было. Поебать нахуй ты мне вообще эту хуйню начать. Пиздец, блядь. Иногда мне Юлик бесит, хочется его флагштоком проткнуть, блядь. Знакомься, это мои друзья. Зачем переснимать чужие скетчи, если ты переснимаешь их хуже? Если ты снимешь его лучше, то снимай, воруй, но это же хуже сделано, чем регион. А это че, че-то это, да? Уже было это. Да, да, да. Много раз причём. Почему такие видео вообще попадают в нарезку какую-то смешную? Тут авторы даже не доделали. Это даже недоделанное видео. Это недоделанное, неправильно сделанное. Это просто какая-то... Дресня. Монтажёр вообще не старался. Ему просто похуй. Он что-то обрезает как-то, что-то вот на это ебись, накидал видосов. Неужели это выбирали? Если не выбирать видео и записывать просто всё подряд, что идёт, то будет и то интереснее смотреть. Он своими действиями ухудшил ленту ТикТока. Если бы он записал, было бы лучше. А вот это всё один человек, который про болт поёт, про вот это «Я буду тебя, Хакуна Ма». Это один человек? Просто голос одинаковый. Я даже про болт не понимаю, о чём ты говоришь. Это новая песня какая-то. Ну, чё-то там, она зубами к шее моей тянется. Типа, я лежу в киске. Чё-то такое. Я ТикТок смотрю только на работе, Юлик. Я не смотрю ТикТок просто... Так вот, вот, это только что сейчас было. Ты уже забыл. Несколько ТикТок назад была ебаная песня. Я ещё начал всю эту хуйню с песнями развивать. И вот тут опять какая-то ебаная песня. Я хочу узнать, это один автор или нет. Мне нет супа, оказалось, что она ничего и не варил. Бля, автору очень приглянулась Настёну в 1993. Ей 27 лет. Слушай, невеста. Хорошо сохранилась. Невеста, Юлик. Ну, не тебе, конечно, не мне уже, но там... Пашка. Паш. Паш. Егор. Ну, короче, мальчишки. Невесту-то, блядь, налетают. Найдём вам невесту с приданным. Квартира вот есть у неё. Ну, хоть один смешной ТикТок. Баба Ната. Лайк. Лучше бы посмотрели подборку Бабы Наты. Дать её за руку, но я просто ей трогу. Слушай, а ты видел когда-нибудь, как школьники снимают ТикТоки вообще на улицах, нет? Да, да. Это так смешно выглядит. Они ставят всегда вот на подоконник какого-нибудь там первого этажа. Или на что-то такое. Они так оглядываются, типа, блин, никто там у меня не это, никто не это. И начинают снимать. Один раз я видел, что он с первого этажа, бабка какая-то, ты чё снимаешь здесь? Вот, и он очень испугался, взял ТикТок, ну, телефон и убежал. А знаете, среди мужчин есть тоже бляди. Вы уж простите за такое бескультуре. Это Александра Киевская, что читает? Как же заебали слезы моих бывших сук. Они на право дискулят, прости их главный хук. А мне-то похуй на любовь, она мне режет сук. Она, по-моему, вообще другую песню поет. Я пихла. Она, наверное, знаешь, такая, оп, бомбалейла. Оп, слушай, я здесь другая песня, похуй выложу. Слушай, мне больше нравится, вот ты понимаешь, что вот в этих ТикТоках надо смотреть не на то, что перед тобой, надо смотреть на задний фон. Блокатик с иконками, вот это вообще тема на заднем. Да, 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 посмотри. Девочка явно это, в бога верит. Это хорошо. Девчонки, нет? Ты за этих девчонок от... А, ну, может, это его дети? Наши, наши красавчики. Вообще банда, вообще. Нет, это незнакомые девушки. Даник, ты дурак, что ли? Это дети, блядь. Даник, отъедешь нахуй. Слушай, а где красивые тёлки из ТикТок-то, я не понимаю. Где чай? Где чай, пожалуйста, принесите чай. Сейчас то, что мы смотрим, Юлик, это будто ты мне говоришь, Кузьма, мы идём на вечеринку до Кати и Даши. Кузьма, идём на вечеринку, там будут пиздатые тёлки, Точненько, он подсобежит, да, Юлик, похуй, пойдём. Клёвые тёлки. И мы пришли на вечеринку, и вообще клёвых тёлок нету. Какие-то бабки, блядь, какие-то нато 93, блядь. Не в обиду, конечно, нато 93, но Юлик говорил, что там заще, блядь, будут тёлки. Мы не на ту вечеринку попали, судя по всему. Мне дал рот, чтобы пить пиво. Они общаются с таким дебилом, как ты. Девчонки, твои белые зубки после пивка-то через лет 10 уже не такие белые будут. Вот у меня была одногруппница, зубы жёлтые были, пиздец. Можно было эту, линейку такую деревянную приложить, и вообще растворяться, раствориться надо. Никакой разницы не будет. Алло, полиция? Да, что у вас случилось? Тут две девушки за меня дерутся. И в чём же проблема? Дравшенька выигрывает. Нееет! Блядь, какая хуй тень. Может, мы просто, ну, это, всё уже, мы разучились на это реагировать. Мы выросли слишком из этого. Надо что-то другое делать. Надо всё, политику обсуждать. Слушай, хорошая идея, я с тобой согласен. Становимся политическими блогерами резко, с завтрашнего дня. А мы провластные или либералы? Мы правильные. То, как мы говорим, так и есть. Дорогие друзья, на этом всё. С вами были Кузьма Гридин, Юлия Онежко. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки под этим роликом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok